В результате ночного удара сил обороны по Курской области поражены два, так сказать, жирных объекта российской армии. Спецназ ГУР нанес сокрушительный удар по российской авиабазе в Сирии. Это произошло почти сразу после встречи Путина и осада. Харрис перехватывает лидерство у Трампа, россияне в спешке строят базу для АЧФ в Абхазии, а военкоры жалуются на удар дрона по своему вертолету. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете прямо сейчас. На связи Украина 365. Здравствуйте. Россияне насмерть замучили азовца Александра Ищенко, одного из героев гарнизона Мариуполя. Ищенко служил в полку водителем, он попал в плен во время боевых действий в Мариуполе. Он был фигурантом фейкового уголовного дела на России, который оккупанты завели против 22 военнопленных за связь с Азовом. Пишут, конечно, что умер сам, но понятно, как в России якобы сами умирают украинские пленные. Очевидно, эти издевательства и пытки будут продолжаться, пока не последует симметричный ответ, отмечает украинский блогер Денис Казанский. В Черниговской области ликвидированы элитные российские спецназовцы, входившие в состав диверсионно-разведывательной группы. Как пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ со ссылкой на источники, на фоне событий в Мали руководство ССО России посчитало целесообразным утаить факт гибели своих военнослужащих, действовавших в составе диверсионно-разведывательной группы в районе Черниговской области. По словам источника ВЧК УГПУ, 28 июля текущего года группа специалистов 322-го Центра специальных операций попала в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в Семеновском районе Черниговской области, говорится в сообщении. Среди погибших гвардии капитан Лориона Вячеслав Андреевич, гвардии майор Асана Михаил Александрович, гвардии капитан Солдаткин Виктор Юрьевич, гвардии старший лейтенант Головченко Валерий Александрович, гвардии майор Поспелов Андрей Иванович. Российский вертолет Ми-8 уничтожили силы обороны на окраинах Донецка. Информацию о его уничтожении подтверждают вражеские пропагандисты. В сети уже появились фотографии горящих обломков вертолета. Наиболее интересен способ поражения вертушки. Вражеские так называемые военкоры утверждают, что в последние дни операторы украинских дронов пытаются бить по тактической авиации врага на тыловых аэродромах. Сегодня, по их словам, это удалось. Причем дрон угодил Ми-8 в момент взлета, то есть когда вертолет уже находился в воздухе. Таким образом, это может быть первый случай поражения дроном летящего вертолета. Ранее наши воины неоднократно пытались подлетать впивишками к проходящим мимо вражеским вертолетам. Однако слишком большая скорость полета вертолетов не позволяла им провести успешную атаку. Обращает на себя внимание и расстояние, это довольно далеко от линии боестолкновения. Не исключено, что действовала диверсионно-разведывательная группа с территорией, которая контролируется противником. Но вполне может быть, что использовался и дальнобойный дрон. Комментирует военный обозреватель Думской Виктор Босняк. Украинские военные смогли уничтожить в Херсонской области сразу три российских катера, воспользовавшись данными, которые были опубликованы в одном из задпабликов в соцсетях. Об этом рассказал у себя в Телеграм боец ВСУ Юрий Горский, поделившийся соответствующими архивными кадрами. По его словам, во время мониторинга российских пропагандистских ресурсов было обнаружено видео, снятое оккупантами 2 июля прошлого года. Действие подразделения 61-й бригады морской пехоты на Антоновском острове говорилось в посте. Изучив обнародованный россиянами ролик, военнослужащие силы обороны сумели установить место съемки и маршрут захватчиков. И уже через пару часов после публикации мы нашли те три катера у причала в Олежках и уничтожили их. Спасибо россиянам за подсказку, продолжайте в том же духе, написал Горский в комментарии кадром с горящими плавсредствами противника. Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников разведки сообщил Киевпост и опубликовал видео. На видео спецназовцы ГУР наносят комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, уничтожая военную технику через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля. По данным Киевпост, спецподразделение ГУР «Химик» нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе «Кувейрес», расположенный к востоку от Алеппо и оккупированный российскими войсками. На видео видно, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на авиабазе. Авиабаза контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года. Украинская разведка сообщила Киевпост, что база также использовалась для обучения переброски иностранных наемников на войну против Украины. В начале июня издание Киевпост также публиковало эксклюзивные кадры атаку украинских спецподразделений на блокпосты противника, опорные пункты, пешие патрули и колонны военной техники на голландских высотах в Сирии. По данным источника Киевпост в ГУР с начала года повстанцы при поддержке украинских бойцов нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, находящимся под контролем так называемой группировки вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Как известно, вмешательство России в дела Сирии в 2015 году, изначально направленное на поддержку режима президента Асада во время гражданской войны, привлекло к постоянному размещению там тысяч российских военнослужащих. Осенью прошлого года Москва прибросила часть войск и техники из Сирии на поле боя в Украину, что потенциально сделало ее силы в Сирии более уязвимыми для украинских атак в регионе. Из-за своего длительного присутствия в регионе россияне создали многочисленные вербовочные центры для вербовки сирийских наемников для войны в Украине. Вербовкой наемников занимается Центр по примирению враждующих сторон и управлению примещением беженцев на авиабазе Хмеймим, оккупированной Россией. Там наемникам выдают российские паспорта, а затем их включают в состав Вооруженных сил России. В мае прошлого года глава ГУР Кирилл Буданов пообещал уничтожить российских военных преступников, где бы они ни находились. Помимо Сирии, украинский спецназ ГУР продолжает охоту на прокремлевских наемников ЧВК Вагнера в Судане и других частях африканского континента. В понедельник 29 июля издание «Киевпост» получило уникальную фотографию малийских повстанцев Туарегов, позирующих с украинским флагом. Накануне они разбили большую колонну ЧВК Вагнер. После атаки на Курск вблизи аэродрома Хали на прошлой ночью пожары зафиксированы в помещениях двух воинских частей. 75 079 – склад авиационного вооружения И-42 699 – база главного ракетно-артиллерийского управления МО России. Местные жители сообщают, что детонация на земле продолжалась около полутора часов. Как известно, в Курской области России последние несколько дней совершенно неспокойно. Так, там было шумно в ночь на 30 июля. Тогда местные власти заявляли о том, что Украина атаковала их с помощью ракет. А уже сегодня Генштаб ВСУ заявил, что ночью 31 июля Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружений и военной техники возле российского города Курск. Осетины 429-го мотострелкового полка армии РФ устроили бунт в Запорожской области. Один из участников записал на видео свои показания и угрозы в адрес командира с фамилией Белавин, которого оккупанты обвиняют в массовой гибели военных и их грабеже. Выяснилось, что российский оккупант не щадит личный состав и отправляет военных из Осетии на смерть на минные поля и на захват лесных посадок. На потери он не обращает внимания, а сраненный солдат берет деньги, которые положены им при ранении из российского бюджета. Записавший видео говорит, что командир угрожал ему отправкой на самый опасный участок фронта, однако это Осетина не остановила и он готовить до конца. Таких инцидентов дальше будет только больше. Осознавая всю бессмысленность войны, военные все меньше горят желанием на ней умирать. Тем более обидно погибать по приходи командиров Самодуров. Комментируют видео авторы канала. Россия строит в Абхазии новую базу для Черноморского флота. Согласно данным Баленкад, в небольшом порту Ачимчира идет активное строительство нового постоянного места дислокации для Черноморского флота России. Об этих планах главой Абхазии Асланом Бжанье заявлялось еще в октябре прошлого года, но тогда Россия не подтвердила его слова и в последующие месяцы не развивала там бурную деятельность. Теперь же спутниковые снимки, собранный Баленкад показывают, что с января этого года там началось активное строительство. К июлю вокруг Ачимчиры фиксируется появление нескольких новых фундаментов, самый большой из которых имеет размер примерно 100 на 40 метров и расчистка земли под застройку. Новый периметр, видимый на снимках, значительно расширяет площадь базы, где до того располагался только угольный терминал и береговая служба ФСБ. Под новую базу освободили 3,6 гектара, а также расчистили новую дорогу по периметру, снабженную ограждениями. Расследователи Баленка считают, что строящаяся база будет иметь стратегическое значение для России. Она будет обеспечивать безопасное убежище для Черноморского флота, который подвергается атакам украинских беспилотников после полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее Россия перебросила свой Черноморский флот из оккупированного Севастополя в Новороссийск. Однако российские корабли достают и там. Последний раз подобная атака была совсем недавно, 18 июля, а до этого 3 июля. Наша страна за год может производить более 3 миллионов БПЛА различных типов. Для этого у нее есть соответствующие производственные мощности. Об этом сообщает Суспильно со ссылкой на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анну Гвоздяр. У нас достаточно большие производственные возможности. Мы можем произвести на сегодня более 3 миллионов дронов различных типов. Для этого нам нужно финансирование. Заявила она. Сама Украина способна покрыть лишь часть этих потребностей, а остальные берут на себя союзники нашего государства. Так, канадцы согласились закупить часть БПЛА, произведенных Украиной, для нужд украинской армии. Сейчас идут переговоры с другими партнерами, в частности, британцами. В министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности прорабатывают линейку беспилотных аппаратов с боеприпасами, в которой нуждаются ВСУ. После этого планируют обсудить вопросы, связанные с унификацией. Весной этого года Анна Гвоздяр заявляла, что в этом году наша страна сможет изготовить примерно 2 миллиона беспилотников. В свою очередь, по данным российской стороны, Москва производит 4000 FPV дронов в сутки. Таким образом, в теории, РФ может производить примерно 120 тысяч подобных дронов в месяц или почти полтора миллиона в год. Иран собрался провести так называемую спецоперацию против Израиля. Об этом заявила иранская миссия при ООН. Эта операция будет жестким ответом на убийство Исмаила Хания, цель которой – вызвать глубокую жалость у тех, кто виноват, сообщают иранцы. Ранее в Тегеране подняли красное знамя мести на куполе мечети. У них это символизируется как несправедливо пролитая кровь, так и призыв отомстить за убитого человека. Камала Харрис уничтожает лидерство Дональда Трампа в семи колеблющихся штатах. Об этом говорят результаты последнего опроса «Блумберг», который проводился с 24 по 28 июля. Харрис поддержали 48% избирателей против 47 у Трампа. Эти показатели в колеблющихся штатах, которые, вероятно, определят исход выборов в ноябре, находятся в рамках статистической погрешности. Но это на 2% более сильный результат, чем у Байдена до его выхода из предвыборной гонки. Вице-президент-демократ обогнала своего соперника из республиканской партии в Аризоне и Неваде. И более чем удвоила отрыв Байдена от Трампа в Мичигане. Цифры говорят о том, что у Харрис есть шанс собрать заново коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом. Чуть больше недели назад Харрис стала предполагаемым кандидатом и опрос дает первые намеки на то, что все происходит так, как и надеялись демократы. Опрос показывает новый энтузиазм по поводу демократической партии под руководством Харрис. Смена кандидатов, что, похоже, должна повысить явку в колеблющихся штатах. Более трети избирателей в семи избирательных округах заявили, что теперь, когда соперничество идет между Трампом и Харрис, они с большей вероятностью проголосуют, а среди чернокожих и испаноязычных избирателей эти цифры выросли до 49,44% соответственно. Прицел Харрис на эти категории американцев станет проблемой для компании Трампа, который давно планировал привлечь эти группы и особенно молодых мужчин. Уже есть признаки того, что уход Байдена перевернул эту стратегию экс-президента. Кроме того, Трамп сталкивается с другими трудностями, учитывая его продолжающиеся юридические проблемы. Он является преступником, которого признали виновным как в сексуальном насилии, так и в клевете и обязали выплатить 83 миллиона долларов. Харрис воспользовалась этим, опираясь на свой послужной список прокурора. Кандидатура Харрис, похоже, повысила перспективы демократов в таких местах, как Аризона, Невада и Джорджия, открыв больше пути к победе, чем казалось вероятным для Байдена. Но ей все еще нужно преуспеть в северных промышленных штатах. Для республиканцев вероятность разгромной победы на выборах над Байденом, в которой партия захватит такие штаты, как Вирджиния, Миннесота или Нью-Гэмпшир и легко преодолеет порог в 270 голосов выборщиков, выглядит более сложно для Трампа в борьбе с Харрис. Проблема иммиграции остается потенциальным плюсом для компании Трампа и уязвимостью для Харрис в колеблющихся штатах. Более 40% респондентов в новом опросе заявили, что вице-президент оказала некоторое или очень негативное влияние на политику в этой области работы администрации Байдена, что выше, чем по другим вопросам, таким как экономика и преступность. Это говорит о том, что попытки республиканцев возложить вину на вице-президента за пограничные проблемы, включая спор о том, была ли она официально назначена так называемым царем границ Байдена, могут получить некоторую поддержку. На этой неделе штаб Трампа выпустил ролик, в котором стремился показать руководство Харрис на границе с наркоторговлей, угрозами терроризма и всплеском насилия. Что касается экономики, которую избиратели колеблющихся штатов однозначно считают наиболее важным вопросом выборов, в этом и предыдущих опросах Харрис добилась некоторого успеха в противостоянии с Трампом, хотя кандидаты от республиканцев по-прежнему пользуются явным преимуществом. Ему в экономической политике доверяют на 8% больше избирателей. До ухода Байдена с предвыборной гонки отрыв был 13%. Отметим, что Харрис на следующей неделе проведет предвыборные мероприятия в ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты, имени которого пока не называют. Субтитры создавал DimaTorzok